Привет, меня зовут Наталья, мне 40 лет и я плюсаюсь, но я считаю, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте и при любом весе. Поэтому у себя на канале я рассказываю о том, как поддержать нашу красоту при помощи уходовой косметики, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки при помощи косметики декоративной и немножко о стиле гардероби для девушек с пышными формами, как я сама. Если это звучит как что-то для вас интересное, добро пожаловать, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада пообщаться с вами в комментариях под моими видео, которые выходят три раза в неделю, вторник, четверг, суббота. И сегодня как раз поговорим о гардеробе и стиле для девушек с пышными формами. Эти видео достаточно редкие у меня на канале и не всегда собирают количество просмотров, которые мне бы польстило, но тем не менее мне очень нравится их снимать, хотя это и более трудоемкий процесс. И сегодня я готова поделиться с вами своими обновками весенне-летними, ну скорее больше весенними, что я купила из одежды и обуви к грядущему сезону. Учтите, пожалуйста, что я не претендую на звание стилиста, гуру стиля или даже фэшн-блогера. И вещи я покупаю только для того, чтобы их носить, а не для того, чтобы их показывать на камеру. То есть я исповедую идею то, что я называю функционального гардероба, что у меня должна быть одежда на любой случай жизни. И вещи в моем гардеробе должны хорошо сочетаться между собой, и при этом я совершенно не склонна накапливать какое-то гигантское. У меня большое количество одежды, у меня большой гардероб. Если вам интересно, как он выглядит, можете посмотреть. Я здесь оставлю какое-нибудь видео по всплывающей подсказке, где я перебирала свой гардероб на камеру. Но в любом случае я не задаюсь целью скупить самые трендовые вещи, вписаться в какую-то модную тенденцию или что-то такое. Нет, я просто покупаю вещи, в которых я чувствую потребность в своем гардеробе. Ну и как вы можете видеть, это вот на вешалке висит то, что я купила, плюс вот этот джемпер, который на мне. Меня очень жестоко потянуло на определенную цветовую гамму в этом сезоне. Я уж не знаю, модная она, трендовая или как, но факт остается фактом, что само собой как-то все у меня купилось в одной цветовой гамме. Я отсняла со всеми этими вещами образов полный рост. Буду вот здесь вставлять небольшие видео-вставки. И на все, что я смогу, я оставлю внизу в описании ссылки. Не гарантирую, что получится на все, потому что вещи, особенно в фаст-фэшн-ритейлерах, быстро распродаются и зачастую никогда не возвращаются в сток. Но все, что смогу, я ссылки оставлю, естественно, внизу в описании. И, собственно, давайте начнем с вот этого джемпера, в котором я сейчас. Я купила его в последнее время в моем самом любимом онлайновом магазине Bodden Co. UK. Это британский магазин, но одежда, которая там продается, она в основном произведена в Китае, но при этом она произведена как для Великобритании. То есть она очень хорошего качества, она очень хорошо вошита, качественная обработка швов, все прям вот, ну, идеально. И она не дешевая, это не совсем, ну, как бы, это такой миддл-маркет. Это не масс-маркет, но это и не какие-то дизайнерские шмотки. Но меня их соотношение цены-качество более чем устраивает. Гораздо больше, забегая вперед, скажу, чем, допустим, соотношение цена-качество какого-нибудь Asos, где цена на вещи гораздо дешевле, чем на Bodden, но и в качестве я раз за разом разочаровываюсь. Хотя сегодня с Asos тоже парочка вещей будет. Этот джемпер из натурального хлопка, как вы видите, с такими дырочками, такой полупрозрачный. Ну, на самом деле, никакого там белья сильно в нем не видно, но он такой очень легкий и воздушный, и мне очень понравились у него вот эти вот широкие рукава, такой а-ля внизу, как это, фонарик или как это называется, я даже не знаю. Удивительно, что мне такое понравилось. Возможно, потому что рукава не слишком длинные. Я не специально покупала такую модель рукава, я знаю, что она сейчас в тренде, в моде, но я не искала джемпер с такой длиной рукава. Я искала джемпер легкий хлопковый, потому что я живу в Привалтике, и у нас достаточно холодное лето, и хлопковый джемпер – это вот must-have на самом деле. В течение всего года он пригождается, но весной и летом, и в начале осени особенно удачный это тип одежды. И должна сказать, что он меня абсолютно не разочаровал, у меня постоянно к нему тянется рука, и мне очень нравится вот этот вот желто-горчичный такой оттенок. У меня много вещей в гардеробе в желтой гамме, и, ну, просто он прекрасен и потрясающий, и я вижу сейчас, что пора стирать. Я сегодня, видимо, уже его обтерла тональником, так что, да, уже я его затаскала, заносила. Хотела даже купить второй такой, есть он в другом цветовом решении, этот у меня, как он, айвори и горчично-желтый, а был еще белый и темно-синий, нейви. Но с темно-синим и белым он все-таки получается такой, ну, конкретно уже тельняшка. Я не очень люблю, честно говоря, тельняшки, как-то никак, никогда с ними не могла сродниться, и поэтому я решила в таком цветовом решении его не брать, и оставила только желтый, но им я безумно довольна. Второй джемпер с того же сайта Bodden, вот такой вот, тоже горчично-желтый, но, как вы видите, у меня все в такой цветовой гамме. На этот раз он гладкий, только вот такая серенькая отделка по вороту и на рукавах такие серо-белые полоски. Этот джемпер на 70% состоит из хлопка и на 30% из шерсти, и, конечно, для лета даже 30% шерсти это будет многовато, но вот на нашу холодную весну и начало осени это самое то, что надо. Кстати, еще одна причина, почему я так полюбила этот сайт Bodden, потому что у них очень удачная для меня размерная линейка и, судя по всему, лекала. Я всегда там могу, даже не то, что я всегда могу на себя подобрать, там хватает пространства для маневра, и практически никогда я не попадаю в просаг с размерами. Вот этот джемпер у меня в 20-м UK размере, я, к сожалению, не знаю, как это конвертируется в российские размеры. Например, обычно я беру из европейцев это XL или XXL, или если это итальянские и французские размеры, то это 50 и выше, в зависимости от производителя, бывает очень по-разному это выглядит. Но самая точная для меня размерная линейка это Великобритания, UK, и я где-то между UK 18 и UK 20. Если я хочу, чтобы было оверсайз, я беру UK 20. В данном случае я взяла UK 18 и не пожалела как бы об этом. Ну и тут я не пожалела, что взяла этот джемпер в 20-м размере. Единственный раз на самом деле я попала в просаг с этим сайтом, когда покупала вот эти джинсы. А, сейчас они не в кадре. Ну, я вам сейчас поставлю на экране, как это выглядит на фигуре, потому что какой смысл джинсы смотреть просто так. Так, эти джинсы я как раз купила в 20-м размере, обычно мне все джинсы малые и плохо сидят, но в данном случае джинсы оказались мне просто гигантски велики. И я еще раз перепроверила размерную сетку и поняла, что они просто очень сильно больше мерят. Потому что я купила вот то, что у них показано, что вот такая талия, вот такие бедра соответствуют вот этому размеру. Это как раз был 20-й размер. Но я понимала, что мне нужно даже не на размер меньше взять, а на два размера. Рискнула, обменяла на 16-й и, на мой взгляд, они сидят идеально. Мне кажется, у меня ни одни джинсы в жизни не сидели так хорошо, как эти. Просто вот соотношение между талией и бедрами и высота посадки. Мне нужны джинсы с высокой талией. В данном случае высота посадки просто идеальная. Просто вот никогда не было такого, чтобы так идеально обхватывали меня. Первый момент они были вообще как влитые. Потом, конечно, немножечко джинса растянулось. Они стали чуть более такие слаучи, чуть более оверсайз. Но мне это даже нравится. Настолько мне они понравились, что я купила еще одну пару такую же себе и еще такую же пару маме. То есть маме, ну, просто у нее такая же попа, как у меня. А себе просто про запас. Потому что для меня джинсы купить это вечная проблема. И я решила, как бы, что раз я нашла такие, которые просто идеальные, то надо купить сразу запасные. Единственный, наверное, как-то недостаток, не недостаток. Единственное, чем эти джинсы не идеальны, что у них все-таки длина 7,8. Они чуть выше щиколотки и подразумевают ношение с голыми лодыжками, конечно же. Недостаток это потому, что все-таки зимой джинсы с голыми лодыжками особо не поносишь. Ну, можно, конечно, надеть с высокими ботиночками. Ну, в общем, это не всесезонные джинсы. Это джинсы именно на теплую погоду. Но я буду поглядывать на этом сайте. И надеюсь, что получится у меня урвать у них какие-нибудь джинсы полной длины. Потому что посадка просто идеальна моя. Я сама не ожидала, что так хорошо это на меня сядет. Ну, для сравнения, я еще одни джинсы купила на Asos. Я не очень довольна качеством одежды с этого сайта. И, в частности, джинсы. Они вроде как такая хорошая грубая ткань на первый момент. Но она так же жестоко вытягивается на коленках. Ну, как бы у меня и боден тоже вытянулись на коленках. Но Asos просто как-то адски вытягиваются. И с Asos я покупала джинсы где-то в начале года еще. Они как раз-таки полной длины. Но поскольку я их покупала в начале года, у меня был серьезный стресс. В феврале, если вдруг вы не подписаны на мой инстаграм, может, не знали. У меня мама сломала бедро. Ее прооперировали. Она заразилась в больнице ковидом. И она целый месяц жила у меня. Не ходячая. Не могла ходить сама без моей помощи. И потом я ее вызывала. Ей скоро отправляла ее с ковидом еще раз в больницу. Я, конечно, просто куча седых волос у меня прибавилась. Ну, и я немножко сбросила в весе. И, как это ни странно, до сих пор обратно эти килограммы не набрала. Ну, потому что, наверное, жизнь не дает мне заскучать. Сейчас у меня папа в больнице в другой стороне. Ну, кстати, сегодня уже его выписывают. Так что все хорошо. Но, как бы, да. Я то, что от стресса потеряла, я все еще не наела назад. И эти джинсы Сейсос мне, к сожалению, просто велики. Кстати, один нюанс. Я не знаю, есть ли они сейчас в наличии или нет. Если есть, то, конечно же, ссылка будет внизу. Но если вас они интересуют и вы захотите их брать, имейте в виду, у них очень высокая талия. У них настолько высокая талия, что даже мне немножко, кажется, как будто бы многовато. Ну, не многовато, наверное, тоже вот хорошо так. Но у них действительно очень-очень высокая талия. То есть, если у вас вечно проблема, что то, что называется с high waist на вас слишком низко сидит, то вот эти джинсы как раз подходящие для вас. Но если у вас обычная среднестатистическая талия, и вы носите mid-rise, то это будет что-то просто очень высоко. Подмышки сможете их задрать, наверное. Для меня как раз-таки это удачно. Ну, они у меня полежат. Возможно, я когда-нибудь поправлюсь обратно. Я уже столько раз у меня скакал вес вверх-вниз, что я перестала выбрасывать вещи, которые мне не подходят в данный момент. Если они такие более-менее вне времени, то я их просто откладываю, потому что я за последние 10 лет 3 раза или 4 раза вообще полностью сменила гардероб. То есть, все выкинула, все купила, сшила на новый вес, а потом вес снова поменялся. Я опять все выкинула, купила, сшила на новый вес. У меня опять вес поменялся, я опять сделала то же самое. И после 3-го, по-моему, раза я решила, что нет, что-то хватит, наверное, издеваться над собственным бюджетом. Если вещь не является ультрамодной какой-то, которая вот там спустя 2-3 года будет очевидно, что она вышла из моды, а если это что-то классическое, я все-таки классическому стилю тяготею, то я это откладываю и думаю, что, может быть, я до этого в состоянии похудею, или, может быть, я до этого в состоянии поправлюсь когда-нибудь. Это не всегда, к сожалению, в большинстве случаев. Это не в моей власти. Это больше зависит от состояния здоровья, чем от диеты и спорта. Поэтому я как бы эти джинсы, я не расстроена, что они у меня есть, пусть будут, но я их убрала в дальний шкаф, где у меня запасец саккумулирован. И вот, да, пока что я их носить, к сожалению, не могу. Ну и, кстати, еще одна вещь с Asos. Это даже не весенняя, на самом деле, обновка. Я ее купила еще прошлой осенью. Но у меня не было никакого зимнего, осеннего видео с обновками, поэтому я решила сейчас показать. Вот такая вот клетчатая, наверное, получается юбочка. Тоже, как вы можете видеть сейчас на вставке, она мне, очевидно, совершенно велика. Она мне была чуть-чуть великовата, когда я ее купила. Ну и после того, как я сбросила часть запасных килограммов, она мне стала вообще капитально велика. Это никакая не проблема. Я отдам ее перешить, но просто я этого не делаю сейчас, потому что все-таки это, наверное, не летняя вещь. Вряд ли я ее буду... Ну, как бы я эту юбку воспринимаю, что я ее ношу именно вот как я показала, с плотными черными колготками. То есть даже если с лоферами, а не с ботинками или сапогами, то именно с плотными черными колготками. И это, конечно, зимняя история. До зимы, до следующей, я не знаю, как изменится мой вес, поэтому я пока не буду ее трогать, не буду ее переделывать. А вот осенью, ну, в конце лета, я посмотрю, что у меня с весом. И либо ничего не буду с ней делать, если поправлюсь, либо отдам ее ушить, если я останусь такая, как сейчас, или похудею. Вообще с сайтом Asos у нас сейчас очень удобные условия. Бесплатная доставка там от какой-то суммы, ну, по-моему, от 20 евро или что-то такое. И бесплатный возврат, беспроблемный. Просто получаешь в Пакамате и отправляешь. Просто кладешь в Пакамат, клеишь бирку, которую тебе присылает сайт, и отправляешь абсолютно возврат бесплатный. И доставка в Латвию сейчас, по-моему, в течение двух рабочих дней, потому что склад ближайший к нам теперь находится в Эстонии. Но сколько через меня прошло шмоток и особенно джинсов с Asos, это просто что-то невообразимое. У меня были моменты, вот, наверное, прошлой осенью именно, когда я заказывала просто пять пар джинсов и отправляла все назад. Заказывала еще пять пар джинсов и отправляла все назад. Не складывается у меня с этим сайтом, я не знаю, лекала там не мои, и качество меня... И вот все, у меня на самом деле не осело в гардеробе практически ни одной вещи с Asos. Все, что я покупала, оно было вот вроде и хорошо, но вот все равно всегда было что-то не то. Всегда мне хотелось либо отдать чуть-чуть, подогнать, либо... Ну, в общем, короче, всегда было что-то не то. Поэтому я на самом деле не являюсь большой поклонницей этого сайта, и это не то место, куда я первым делом иду искать, если я чувствую, что вот у меня в гардеробе образовалась какая-то дырка, какая-то пустота, которую надо заполнить, что мне чего-то не хватает. Вот как с хлопковыми свитерами. Вот мне бы хотелось, чтобы у меня было больше хлопковых джемперов. Я не иду в первую очередь на Asos, я иду сначала на Boden. Или теперь я открыла для себя Zara. Как бы все модницы мира обожают этот магазин, и очень много в нем закупаются, а я игнорировала его на протяжении долгих лет. Вот, кстати, H&M я люблю, потому что у них есть большие размеры. Мне всегда казалось, что в Zara нет больших размеров, потому что я была в оффлайновых магазинах в Латвии, я была в оффлайновых магазинах в Польше и никогда не видела ни одной вещи больше, чем размера L. И тут я выяснила, что, оказывается, дело не в том, что Zara не производит плюс сайз, дело в том, что наши байеры не покупают это просто. Я уж не знаю, я когда хожу по улице, мне кажется, я вижу достаточно полненьких девушек, но почему-то такое ощущение, что у нас в магазинах закупаются девушки только исключительно модельной и полумодельной внешности. В общем, я не поняла, почему у нас отсутствует полная размерная линейка в магазинах, но оказалось, что у Zara есть не только XL, но и даже XXL, и даже вещи, которые оверсайз, и если взять в XXL, то они даже на мне будут оверсайз. Не как в том анекдоте, что взял вещь оверсайз, и оказалось, что она мне как раз тютелька в тютельку. Нет, я вот купила вот это льняное платье, но меня в первую очередь, конечно же, пленил просто этот потрясающий цвет. Это платье-рубашка. И на самом деле в таком цвете у меня есть платье-рубашка, только из дикого шелка, которое шила мне мама, но вот оно маловато. Как рубашка, да, но как платье, чуть-чуть все-таки оно недостаточно оверсайз. Все-таки мне все время как-то... Я в нем чувствую себя, что где-то что-то лишнее оголяется, где-то что-то лишнее обтягивается, где-то что-то лишнее расходится. В общем, что-то все время не то. Вот это платье я взяла в размере XXL, и это стопроцентный натуральный лен, поэтому не обращайте внимания, если оно слегка помятое тут на видео. Я отпарила вещи, прежде чем вам показывать, но лен есть лен как бы. И оно действительно потрясающе оверсайзное. Оно действительно... Его много, я могу его задрапировать. Я абсолютно не чувствую, что что-то где-то не хватает какого-то куска ткани. Поэтому как бы я и купила платье, которое, по сути, повторяет то, что у меня уже есть в гардеробе. Но я просто то платье-рубашка буду носить как рубашку, а это платье-рубашку я буду носить чисто как платье. Ну, и плюс разные ткани, и разный дизайн воротничка. У того из дикого шелка, у него такой микро стоечка, а у этого обычный классический рубашечный воротник. В общем, я чрезвычайно довольна и удивлена была, что, оказывается, в Zara есть размеры, которые на меня подходят. И не только это. Там еще есть достаточно много вещей, как оказалось, из натуральных тканей. Я всегда воспринимала Zara H&M как что-то, что полиэстер-полиэстер сплошной. Ну, некоторые вещи и должны быть из полиэстера, как, например, плессированная юбка. Она не может быть из льна. Льон не будет держать просто плессировку. Она должна быть из полиэстера. Но мне всегда казалось, что там все из полиэстера. А оказалось, что можно и льняные вещи, и хлопковые вещи, и шерстяные вещи найти. Прекрасное открытие для меня. Я теперь вот одно из мест, куда я иду искать что-то, это сайт Zara, точнее, приложение Zara. Ну и раз уж зашла речь, купила я еще вот такие изумрудно-зеленые брюки. Вот у них, кстати, состав не полностью натуральный. Слушайте, я оторвала уже бирку с составом, но я сейчас вставлю на экране, какой состав ткани. Ну, собственно говоря, я от брюк и не жду полностью натурального состава, потому что брюки из полностью натуральной ткани будут с жесточайшим образом мяться. Поэтому брюки я вполне принимаю, что какой-то процент или даже полностью состоят из полиэстера. Эти брюки, по-моему, там вискоза и полиэстер, и они очень приятные, такие плотненькие, хорошо достаточно сшитые, никаких у меня претензий к качеству нет. Единственная моя к ним небольшенькая претензия, что вот у них не супервысокая посадка. Для меня это впритык. То есть я немножко чувствую, когда двигаюсь или когда сажусь, что могла бы талия у них быть повыше, вот на мой тип фигуры. Но если у вас обычная среднестатистическая талия, не такая высокая, как у меня, то, или как бы длинная, то есть у меня большое расстояние между грудью и бедрами, и мне очень часто какие-то вещи бывают коротковаты, и очень часто талия бывает недостаточно высоко. Как это называется? Длинная талия. По-научному у стилистов, у закройщиков. Это называется фигура с длинной талией. И вот эти брюки как раз на грани того, что я могу носить. Еще чуть-чуть, и я бы уже не смогла носить. Была бы недостаточно высокая талия для меня. Но все-таки я, правда, пока их носила только по дому несколько раз, но мне очень понравилось, как это выглядит. Мне очень понравилось, как они сидят. И за счет резинки на поясе они будут достаточно гибкие к колебаниям веса. То есть если я чуть-чуть, ну, если я чуть-чуть поправлюсь, мне кажется, они просто будут выглядеть не очень хорошо. В ляжках натянутся, на попе натянутся. А вот если я чуть-чуть похудею, то за счет этой резинки и за счет вот этих шнурков как бы никаких проблем. Они просто станут немножко более падающими, немножко более оверсайз. Так что этими брюками я очень довольна. На лето, на жару, я думаю, будет просто супер. У них такая прохладная ткань, такая струящаяся. Надеюсь, что будут хорошо мне служить. Я, по крайней мере, очень оптимистично на их счет настроена. Ну и третье, что я купила в Заре, это вот такие вот... Ну, это просто уже комично. Но я не выбирала их по цвету. Просто, наверное, из-за цвета, мой взгляд, на них остановился. Шлепанцы или мюли, как это говорят. Очень красивый цвет. Очень понравился мне высота и форма каблучка. Но, конечно, они не из натуральной кожи. Ну, они и стоили 29 евро. Но они не из натуральной кожи. И пока что, когда я их надевала, вот эта вот часть мне немножечко давила. Не знаю, как они будут носиться. Вряд ли это будет суперудобная пара обуви. Но цвет и высота и форма каблука меня просто пленили. Ну и, кстати, у меня нет ни одной пары обуви вот с таким вот широким носком. То, что сейчас уже второй, третий год считается дико актуально, дико в моде. И эти достаточно классические, чтобы не выйти моментально из моды. Достаточно дешевые, чтобы, если они прям дико выйдут из моды, я их не побоялась просто выкинуть. Ну и, ну, в первую очередь, конечно, яркий цвет меня зацепил. И еще одни я купила шлепанцы или мюли. Я не знаю, как правильно называть. Более классические. Вот такие вот серебристые. Вот на таком устойчивом прямом каблуке. Это марка итальянская, называется LRE. И я их купила на сайте йокс. Мне кажется, их уже нет в наличии. На йокс это аутлет. И там все... Или юкс некоторые называют. Я в принципе, наверное, правильно юкс. Но я почему-то всегда называю йокс. Засудите меня за это. Это аутлет. И там обычно очень быстро все разбирают. Там обычно в этом размере, допустим, там одна, две, три штуки в наличии. Мне показалось, что они очень универсальные. Подойдут практически под любое мое летнее платье, юбку или брюки. Я вот ходила прямо мысленно, прикладывала, с чем бы они сочетались. Они у меня, мне показалось, сочетаться будут со всем. Ну, единственное, я не знаю, как будут на моей ноге вести себя вот эти тонкие ремешки. Не будут ли они врезаться. Но в данном случае это натуральная кожа и сверху, и как бы внутри. И я думаю, что они немножечко потянутся. В отличие от Zara, которые, конечно, ненатуральные. И, скорее всего, не потянутся. В общем, опять же, я не думаю, что это будет дико удобная пара обуви, которую я буду таскать в хвост и в гриву. Но мне захотелось... Вообще-то у меня мораторий на покупку обуви на высоком каблуке. Но мне захотелось чего-то не на плоской подошве, не такого спортивного, но и в то же время не на высоком каблуке, что я могла бы носить на каждый день. Ну, вот я надеюсь, что вот это станет как раз-таки такой парой. Ну, посмотрим. Не знаю. Я так рассчитывала, но когда я их надела с вот этими тонкими ремешками, я подумала, что, может быть, мне не столько каблук будет мешать носить их на каждый день, сколько вот эти вот перепоночки тонкие. И третья пара обуви, которую я купила, и которая 100% как раз-таки будет вот такой, которую я таскать буду постоянно, это вот эти лоферы от Dune London. Очень люблю я эту марку, британская, как вы понимаете, из названия. У меня от них двое лодочек на высоком каблуке или трое лодочек. И у меня от них были уже, вернее, есть еще лакированные лоферы на шнурках или броги это называется. Я всегда путаюсь, что лоферы, что броги, а что оксфорды. Это вечно у меня в голове какая-то каша. Очень классные, дико удобные, дико стильные. Мне совершенно, абсолютно совсем сочетались. Носила я их хвост и в гриву. Единственное, что проблема, что и в этой марке я между размерами. Для итальянской обуви у меня обычно 38 размер, а в британской обуви, если я беру на каблукету, мне надо брать прям 39 полноценно. А вот в таких вот лоферах на плоской подошве я где-то, наверное, 38 с половиной. Те предыдущие броги, лоферы, я взяла 38. И мне они были тесноваты, и я их отдавала растягивать. Эти я взяла 39, и они мне так прям свободно. То есть мне не нужно их растягивать. Не настолько, чтобы они там с меня сваливались, но прям так свободно. Но зато ничего вообще никак не натирают, не мешают. Я уже в них прошла 10 тысяч шагов за один день. Я имею в виду не всего 10 тысяч, а уже был день, когда я 10 тысяч шагов прошла в них. И они отлично себя ведут. И мне, конечно, очень нравится вот эта отделка в виде цепочки. Крокодиловая кожа, я к ней достаточно... Ну, под крокодиловую, естественно, это не настоящий крокодил. Но вот кожа под крокодила, это я спокойно к этому отношусь. А вот толстая грубая подошва плюс цепочка, это прям мне очень нравится. И марку Dune London я вообще обожаю. У них одна из самых удобных для меня колодок туфель на каблуках, которые мне не нужны у меня. На каблуках просто нечеловеческое какое-то количество обуви больше, чем я могу износить, с учетом того, что я вживу за городом и не вожу машину. И пока что, как я сказала, у меня мораторий на высокие каблуки. Ну, вот Dune London это... Или Dune London. Я просто... Как это? Иногда я читаю названия как по-латышски, по правилам латышского языка. И если это читается по-английски как Dune, то по-латышски это бы читалось как Dune. И вот иногда я такие косяки делаю. Поэтому меня периодически гнобят за то, что я что-то неправильно называю. Но это просто особенность того, что я живу в треязычной среде. Потому что я каждый день говорю по-русски, по-латышски и по-английски, в принципе. И что я вам еще не показала, это две последние покупки с того же британского сайта Bodden Co. UK. Я купила еще одну вот такую вот белую майку. Я в прошлом году уже показывала. Я купила на этом же сайте белую майку и такую нежно-лиловую майку. И настолько они мне понравились по модели. Это не классическая тишерт. Это майка с вырезом-лодочкой, как вы видите. Но настолько она хорошо мне... Я очень люблю вообще вырез-лодочкой. И мне кажется, он очень комплиментарен моей внешности. Несмотря на то, что традиционно стилисты не советуют вырез-лодочки для девушек с большой грудью. А у меня очень большая грудь. Но мне кажется, что на мне подобный вырез очень хорошо сидит. Хотя не все с этим соглашаются. Я получала и комментарии, что ужасно на мне выглядит вырез-лодочкой. Но главное, чтобы мне нравилось в конце концов. И так мне понравились эти майки. Я таскала их в хвост и в гриву. И стирку хорошо переносят. И сидят хорошо. И качество ткани. Там хлопок с вискозой. За счет вискозы они очень приятные. Но при этом ткань достаточно плотная. Не превращается в тряпку. После стирки первой же, как это у меня было с несколькими майками с Asos. И от других всяких масс-маркетовских производителей. Что я решила, когда увидела скидку, что белая майка определенно запасная. Мне нужна еще одна. Может быть, они, конечно, никуда не денутся с этого сайта. Там вроде как такой базовый ассортимент достаточно стабильно, постоянно в наличии. Но я подумала, чем черт не шутит, вдруг все-таки распродадут эти майки и они закончатся. Тем более по скидке. Не дешевое это удовольствие. Потому что еще майка полностью, полную цену, что-то 30 фунтов или 30 евро стоит. В общем, это я так долго рассказываю, что я купила запасную. Я вам показывала, кстати, не запасную. Потому что она лежит в упаковке невскрытая. Зачем мне нужно вскрывать ее, если у меня как бы есть точно такая же белая. И, кстати говоря, майка эта у меня тоже в 20-м размере. Я думаю, что могла бы я, может быть, взять и 18-й. Но мне как бы больше хотелось, чтобы все-таки такой немножко оверсайз был. И последнее, что я купила, тоже с сайта BODENCO UK. Это вот это изумрудно-зеленое льняное платье. Ну, тоже, наверное, платье-рубашка. Вот, кстати, вот такой же воротник у меня у того шелкового платья-рубашки. Которое вот такого горчичного цвета. Но мне слегка маловато. Вот такой воротник я имела в виду, когда говорила, что микро-стоечка. Это даже не стоечка. Это как бы... Ну, я не знаю, как это называется. Короче, я не знаю, что это у меня за любовь в этом году такая к льняным платьям возникла. Вообще-то я небольшая любительница льна. Мне он всегда кажется с одной стороны слишком грубым к телу. И с другой стороны я терпеть не могу, как он мнется. Но вот тут что-то меня проперло. Что хочу я льняные платья. Вот купила одно с коротким рукавом и одно вот это с, ну, таким, три четверти, наверное, получается. Хотя он... У него раскатывается рукав до полноценного рубашечного, который мне даже длинноват. Но я в любом случае планирую только с подкатанным рукавом его носить. И с этим платьем второй небольшой косяк у меня с размерной линейкой Boden. Точнее, не с их размерной линейкой, а с моей этой длинной талией. Потому что, несмотря на то, что я подумала о том, что у меня длинная талия. И вообще я, ну, как бы девушка не очень высокая, 174, но как бы достаточно высокая. И не хочу, чтобы это платье было коротким. И не хочу, чтобы талия была слишком высоко. И заказала версию для высокого роста. Tall, не regular. И все равно талия мне высоковато. То есть длина платья мне хорошо. А вот шов, который подразумевается, что должен быть на талии, и на нем... У Наталии на талии должен быть шов. И на нем были штрипки для пояса, потому что платье под пояс. Когда я эти штрипки была вынуждена срезать, потому что когда пояс был вот на том месте, где задумано производителем, то это у меня вообще не талия. Ну, это, конечно, не под грудью, но это не уровень моей талии. В общем, я, короче, просто обрезала эти петельки для пояса. И пояс носить буду просто поверх этого платья. Поскольку оно однотонное, то то, что этот шов будет чуть выше пояса... Ну, я не знаю. Кому-то, может быть, это не нравится. Кто-то скажет, что это фу-фу-фу и ужасно. А для меня это как бы не критично. Тем более, что это такое, ну, блин, летнее. Ну, городское, конечно, платье. Я, вполне возможно, в нем пойду и на деловую встречу. Но я не думаю, что кто-то будет такое сильное внимание уделять тому, что у меня шов, который должен отмерять, обозначать талию, не будет совпадать с поясом. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Платья, отрезанные по талии, мне... Всегда у меня с ними такая ситуация, что талия где-то находится гораздо выше, чем надо. Я просто думала, что заказав версию Тол, я сумею этого избежать. Но не получилось. Собственно, это все мои весенние обновки. Что-то из этого я буду носить сейчас нашей холодной прибалтийской весной. Что-то из этого дождется лето. Что-то, как вы понимаете, запасные джинсы и запасная майка будут просто лежать. И джинсы, которые мне велики, будут просто лежать в шкафу дожидаться своего часа. Большое спасибо вам за просмотр. Если видео вам понравилось, показалось интересным, не забудьте поставить ему лайк. Если сейчас еще что-то хотите интересненькое посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих видео. А мы с вами совсем скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok